Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели Ютуба! Сегодня у нас первый выпуск Найс Гайда, где мы будем учиться ехать быстрее в онлайн-режиме Гран Туризма 7. Без лишних вступлений гонка С, маунт Панорама, Феррари. Возможно, не идеальная машина для квалификации, но для гонки, я думаю, подойдет отлично. Все помощники убираем, АБС оставляем. Ставим среднюю гоночную резину и поехали! Перед первым поворотом крутим четвертую передачу до предела и тормозим ровно посередине между табличками 100 и 50. Тормозим в пол, на прямом руле, переключаемся на третью и после того, как пролетели табличку 50, начинаем поворачивать и одновременно втыкаем вторую передачу, продолжая тормозить. Отпускаем тормоз немного до Апекса и уже на третьей передаче, практически прямо на Апексе, сразу газ в пол. На выходе не боимся залезать на поребрик, используем всю доступную площадь трека. В конце прямой остаемся на пятой передаче, к точке торможения скорость должна быть 222-23 км в час, тормозим перед газоном слева и когда пролетаем табличку 50, плавно начинаем поворачивать, плавно отпускаем тормоз, облизываем правый поребрик на третьей передаче, газовать не торопимся, ждем пока вот этот столб будет почти по центру экрана и тогда газ в пол. Машина очень стабильная, резко бить по газу, я думаю, можно не бояться, главное не делать этого прямо на поребриках. Дальше смещаемся правее, вплотную к стене, вот этот забор мой ориентир для начала поворота, к этому моменту я уже немного поворачиваю и сильно рулем тут крутить не нужно. На полном газу пролетаем левую стену, выпрямляем руль, тормозим и снова начинаем поворачивать. Правыми колесами лучше бы даже залезть за белую линию справа, сбрасываем передачи вплоть до первой, чтобы машину завернуть, плавно отпускаем тормоз и на второй передаче резко встаем на газ. Наверное, примерно в момент, когда последний билборд оказывается по центру экрана. Очень тяжелая секция, я как будто каждый раз ее проезжаю по-разному и тут, конечно, надо много вкатываться. Едем дальше, прижимаемся к левой стене, плавно, не сбрасывая газ, начинаем поворачивать от этого дерева или даже чуточку раньше. Сложно точно сказать, я тут, собственно, и сам немного ошибся. Поднял ногу с газа на долю секунды, но вообще здесь везде тапка в пол. Дальше правыми колесами обязательно заезжаем за белую линию и сразу начинаем поворачивать. На левом поребрике я газ отпускаю, но не полностью, и после поребрика снова газ в пол. Вплотную к правой стене я начинаю поворачивать до этого поребрика и когда на нем машина подпрыгнет, очень осторожно дозирую газ, чтобы не удариться об левую стену и не вылететь в траву. Потом смещаемся налево и примерно там, где стена отходит от белой линии, начинаем аккуратно поворачивать. После рекламы Audi сверху отпускаем газ и очень плавно тормозим и не торопимся сбрасывать передачи. Выпрямляем машину через поребрик, он вроде бы довольно безопасный. Все это время держим тормоз, но не на 100%. Здесь все должно быть максимально плавно и аккуратно. Тормоз отпускаем только, когда снова въезжаем в узкую часть трека и тут, я уверен, я кучу времени потерял, но, тем не менее, на второй передаче чуть-чуть подгазовываем, после чего даем микротормоз, пропускаем белую линию ровно между колес и быстро встаем на газ. Я это делаю на второй передаче, но есть большая вероятность, что надо на третий. Перед финальной частью кишки заблаговременно отпускаем газ, чтобы остаться поближе к правой стене и успеть выпрямить машину. Торможу я от начала синей стены справа очень плавно, сначала на 50% и только потом на 100% и обязательно на прямом руле. Также не торопимся сбрасывать передачи. Уже в самом конце я использую первую передачу, чтобы машину закрутить, но непонятно, дает ли это какую-то прибавку скорости. На газ встаем уже на второй передаче, когда прямо по курсу видим вот эту частично скрытую табличку Falcon. В конце прямой тормозим в пол, чуть-чуть после отметки 150, на прямом руле, до тех пор, пока не проезжаем отметку 50, и только тогда начинаем поворачивать и отпускать тормоз. Вторая передача только, чтобы повернуть, и прямо на апексе втыкаем третью и резко встаем на газ. Используем всю площадь трека, и, наконец, остался последний поворот. Там мы снова будем тормозить посередине, между табличками 100 и 50, может быть, чуть-чуть раньше, на прямом руле, и только когда проезжаем вот этот столб справа, начинаем поворачивать и отпускать тормоз. В районе апекса смело ускоряемся на второй передаче. Фу, все. Круг, конечно, далеко не идеальный, но я надеюсь, этот гайд окажется для вас полезным. 2 минуты 11 секунд на вечер понедельника. Это 36 место в мире, что, в принципе, не стыдно. Давайте еще с другой камеры посмотрим, как это все выглядит без пауз и замедлений. И, наверное, дам еще пару рекомендаций уже не к квалификации, а к гонке. Во-первых, гонку надо ехать на жесткой резине. Квалификацию мы гоняем на средней, но в гонке жесткая резина обязательно. Поэтому, если вы захотите ехать на средней, то вам придется заезжать в боксы, терять кучу времени, и я гарантирую вам, что это проигрышная стратегия, если у вас вдруг были какие-то сомнения. Поэтому на жесткой резине все точки торможения смещайте чуть-чуть пораньше, и в целом будьте чуть аккуратнее, потому что в гонке у вас еще и полный бак бензина, машина тяжелая, будьте чуточку осторожны. И последнее замечание. Следите за тем, сколько топлива сжигаете. Топливными картами жонглировать не нужно, просто переключайте передачи немножко до того, как индикатор по центру начнет мигать. Сэкономленное топливо можно потратить в ключевые моменты гонки для обгонов или для защиты, когда ситуация того требует. Но вроде бы все. Удачи вам в ваших гран-туризмических начинаниях. С вас подписка, лайк и комментарий. Я не уверен, делать гайды или нет, поэтому все зависит от вашего фидбэка. Спасибо, чуваки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok